Если на рынке все хорошо. То есть получается, что накопительное страхование жизни это скорее страховой продукт, чем инвестиционный. Ведь если бы мы рассчитывали на инвестиционный доход, нам было бы проще положить деньги на все тот же депозит в банке. Это страховой продукт, причем страховой продукт для человека, который не желает разбираться в инвестировании. Ведь тот же самый эффект мы можем получить, отдельно заключая договор страхования жизни и отдельно инвестируя деньги на рынке ценных бумаг. Причем с уровнем риска, приемлемым именно для нас, а не для Росстрахнадзора. Риск накопительного страхования жизни определяется надежностью страховых компаний. Лицензию на осуществление такого вида страхования получают только крупные компании. Причем этот вид деятельности должен быть отделен от всех остальных видов деятельности страховщика. До сих пор несчастных случаев на этой стройке не было. Но как будут развиваться события дальше, мы не знаем. Поэтому, конечно же, когда вы решаете купить такой полис, его покупать следует у крупной компании, а не у самых мелких участников рынка. Покупая полис накопительного страхования жизни у крупной компании, я думаю, мы сильно не рискуем. А вот ликвидность полисов накопительного страхования жизни не очень хороша. Как правило, компания не гарантирует возвратности при досрочном расторжении договора. И лишь только некоторые идут на встречу клиенту и говорят, что в случае, если мы расторгнем договор не ранее, чем 3 года, то нам вернут сумму, перечисленную в компанию, но, к сожалению, без дохода. Налогами страховые выплаты не облагаются. Единственный случай, когда мы можем заплатить налоги по договорам страхования жизни, это в случае, если мы досрочно расторгиваем договор, и при этом у нас все-таки получилась прибыль. Тогда мы платим с этой прибыли налог по ставке все той же 13%. Теперь давайте поговорим о негосударственных пенсионных фондах. Это организации, которые предлагают нам создать себе свою собственную пенсию в дополнение к государственному пенсионному обеспечению. То есть, если мы задумываемся о будущем, и нам кажется, что то, что нам гарантирует государство, не обеспечит нам достойной жизни на пенсии, то мы можем принять решение создать себе свою собственную дополнительную пенсию. Тогда мы приходим в НПФ с простым вопросом. Хочу пенсию побольше. В пенсионном фонде нас спрашивают, и сколько конкретно вы хотите? Видите, мы называем какую-нибудь цифру, которая нас интересует, например, 5000 долларов в месяц. Пенсионный фонд говорит, без проблем, давайте посчитаем. И выясняется, что для того, чтобы у нас появилась пенсия в 5000 долларов, сегодня нам каждый месяц нужно платить по 7000 долларов в пенсионный фонд. И мы начинаем размышлять на тему, что, наверное, 5000 долларов – это слишком большая пенсия. И в конце концов мы приходим к некому компромиссному варианту. Например, мы решаем, что мы сегодня готовы платить 200 долларов, и, соответственно, к пенсии мы получим прибавку в 180 долларов. Пенсионный фонд начнет выплачивать нам дополнительную пенсию по достижению нами пенсионного возраста. Все того же пенсионного возраста, установленного государством. То есть для женщин 55 лет, для мужчин 60 лет. До этого момента наши перечисления в пенсионный фонд будут накапливаться на нашем индивидуальном счету и будут инвестироваться все там же, на российском рынке ценных бумаг. Все так же под жестким надзором государства. Для пенсионных фондов тоже установлены жесткие ограничения, и, как правило, это все те же самые голубые фишки, причем это те же облигации и депозиты крупных банков. Единственное, что могут покупать пенсионные фонды в дополнение к набору страховых компаний – это недвижимость. Пенсионные фонды должны сохранить, не потерять. Не идет речь о том, чтобы пенсионные фонды зарабатывали для нас деньги на рынке. Поскольку издержек у пенсионных фондов меньше, чем у страховых компаний, мы можем рассчитывать практически на весь доход, который пенсионный фонд смог получить на рынке. То есть на сумму в пределах 14% годовых. Дополнительная пенсия бывает двух типов. Первый вариант – это пенсия пожизненная, и второй вариант – это пенсия на конкретный срок. Когда мы говорим о пожизненной пенсии, это значит, что в момент, когда мы достигли пенсионного возраста, та сумма, которая у нас накопилась на счету с учетом инвестиционного дохода, будет равномерно распределена на срок, равный средней продолжительности жизни российского пенсионера. Второй вариант – это пенсия на срок. Это значит, что мы сами определили тот срок, сколько мы желаем получать пенсию после достижения пенсионного возраста. Например, 10 лет, или 15 лет, или 20 лет. Это будет наша проблема, если нам не хватит этих денег. Но если деньги останутся лишними, то они перейдут по наследству, правда, в виде права наследников на получение пенсии по достижении пенсионного возраста. Если же нам не удастся дожить до пенсионного возраста, то тогда пенсия передается по наследству. Есть еще одно различие между пенсией пожизненной и пенсией на срок. Если мы получили хотя бы одну выплату пожизненной пенсии, то нашим наследникам не достается ничего. В случае же с пенсией на срок, все, что осталось после этой одной выплаты, перейдет по наследству, еще раз повторяю, в виде права на пенсию по достижению пенсионного возраста. При выборе пенсионного фонда тоже следует сосредоточиться на крупных пенсионных фондах, как и в ситуации со страховыми компаниями. Одна из причин этого в том, что пенсионный фонд получает доход от управления пенсионными резервами, то есть теми деньгами, которые мы перечисляем на свою пенсию. И если денег в фонде будет мало, то фонду не хватит денег на содержание самого себя. В этом случае произойдет банкротство фонда. Но при банкротстве мы не теряем свои деньги. Просто будут уволены все сотрудники, а наши деньги будут переданы под управление другому, более успешному фонду. Но тем не менее будет некоторый неприятный момент. А что же будет происходить дальше с нашими деньгами? Кому они передадутся в управление? Итак, если мы заключили договор с пенсионным фондом, мы по сути договорились сами с собой о том, что мы теперь регулярно будем платить в пенсионный фонд определенную сумму. Если мы перестанем делать эти платежи, то мы автоматически не накопим себе на пенсию. Мы можем начать платить больше. Тогда мы сможем собрать на счету большую сумму и рассчитывать на большие платежи в будущем. Ликвидность вложений в пенсионный фонд крайне невысока. При расторжении договора пенсионный фонд не гарантирует возвратности вложенных средств. Связано это с тем, что фонд предполагает вложение денег на весьма длительный срок, покупая инвестиционные инструменты с большим сроком обращения. И если мы потребуем деньги раньше, фонд будет продавать эти инструменты на рынке, и он не знает, по чем удастся их продать. И, соответственно, мы не можем знать, сколько денег мы получим обратно. Очевидно, что чем дольше вы осуществляете платежи в пенсионный фонд, тем на больший размер пенсии вы можете рассчитывать впоследствии. Поэтому, если вы решили, что для вас такая форма накоплений интересна, начинайте как можно скорее. Индустрия. В Америке каждый человек имеет пенсионный счет и перечисляет туда деньги с самых первых своих доходов. У нас в стране эта индустрия только начинает развиваться, и пока еще устойчивой статистики по выплатам пенсий у нас нет. Но, тем не менее, я думаю, что потихонечку эта индустрия так же сформируется, как и в других развитых странах. Налогообложение. Когда мы, получив зарплату и, соответственно, заплатив с нее налоги, относим эти деньги в пенсионный фонд, мы в результате получаем налогонеоблагаемую пенсию. А теперь о ПИФах. ПИФ – это поевой инвестиционный фонд. Поевой инвестиционный фонд – это способ передать деньги в управление управляющей компанией. Как создается поевой инвестиционный фонд? Представьте себе, что я управляющий компанией, и у меня есть замечательный специалист, который великолепно разбирается в акциях российской энергетики. Я уже все свои свободные деньги отдал ему под управление, и все мои крупные клиенты тоже управляются через него. Хочется заработать денег еще, но управлять маленькими счетами для меня нерентабельно. Их нужно как-то объединить в одно большое нечто. Для этого я хочу создать поевой инвестиционный фонд. Чтобы у меня появился ПИФ, я должен написать документ под названием «Правила фонда». В этом документе я четко описываю, что будет происходить с деньгами пайщиков, что это будет покупка акций энергетики, что диверсификация будет составлять не меньше, чем 10 позиций, какие комиссионные я буду брать за управление, где будут храниться ценные бумаги и так далее. После того, как этот документ написан, он должен быть зарегистрирован государственным органом Федеральной службы по финансовым рынкам. После регистрации правил фонда я получаю право начать рекламировать фонд и привлекать деньги пайщиков. Наверняка вы видели огромное количество рекламных обращений управляющих компаний, которые рекламировали паевые инвестиционные фонды. Вы вообще верите в рекламу? Но реклама рекламе рознь. Реклама паевых инвестиционных фондов должна соответствовать не только закону о рекламе, но и закону о защите прав инвесторов. Управляющая компания не может писать в этой рекламе все, что ей вздумается. Управляющая компания не имеет права обещать какой-либо доход. Она может ссылаться только на уже достигнутые результаты. Поэтому, когда вы видите в прессе рекламу о том, что вам кто-то гарантирует какой-то доход, скорее всего, это мошеннические схемы. Все рекламные обращения управляющих компаний должны быть согласованы с Федеральной службой по финансовым рынкам, с ФСФР. Причем ФСФР достаточно жестко подходит к защите прав инвесторов. Например, одна из наших знакомых компаний хотела дать лозунг следующего содержания. Управляющая компания такая-то. Урожай круглый год. ФСФР не разрешила подобный лозунг, поскольку подсчитала в этом лозунге содержится скрытое обещание доходности. Поэтому доверять рекламе паевых инвестиционных фондов, в общем-то, можно, но нужно внимательно прочитать, что же там написано. Например, если управляющая компания пишет, что наши пайщики заработали 300%, это не значит, что это годовые проценты. Может быть, имеется в виду, что 300% за все время существования компании. За все 10 лет. То есть, читая рекламу паевых инвестиционных фондов, нужно прочитать абсолютно все и особое внимание обратить на то, что написано мелкими буквами. Допустим, вам понравилась реклама, и вы решили приобрести паи. Вы покупаете паи, и в результате формируется фонд, которым дальше будет управлять мой специалист. Но как вы узнаете, что мой специалист делает именно то, что мы обещали? Вопрос контроля — это не шутки. Какие уровни контроля существуют в индустрии паевых инвестиционных фондов? Во-первых, управляющая компания обязана ежеквартально раскрывать содержание паевого фонда. То есть, мы каждый квартал можем увидеть, что же конкретно куплено в фонд. Но, как вы понимаете, за квартал может много что произойти. Следующий уровень контроля — это контроль на уровне хранения бумаг. Бумаги хранятся не в простом депозитарии, как это было, когда мы обсуждали вопрос брокерской компании, а в специализированном депозитарии паевых инвестиционных фондов. Специализированность депозитария выражается в том, что этот депозитарий не только хранит бумаги, но и контролирует каждую сделку управляющей компании. Именно на соответствие соблюдения правил фонда. Специализированный депозитарий подписывается под каждой сделкой и несет солидарную с управляющей компанией ответственность перед пайщиком за соблюдение его прав. То есть мы можем подать в суд на спецдепозитарий, если видим, что управляющая компания не выполняет свои обещания. Третий уровень контроля – это государственная структура, федеральная служба по финансовым рынкам. Обе компании и управляющая компания и специализированные депозитарии отчитываются перед ФСФР, и ФСФР проверяет эти отчеты. И если вдруг выяснится какое-то несоответствие в них, то у компании могут быть отозваны лицензии. И последний уровень контроля – ежегодно управляющая компания обязана нанимать независимого аудитора, который будет проверять все сделки, совершенные за год. И вот мы сформировали фонд, которым теперь управляет наш специалист. Действия специалиста успешны, и фонд растет в цене. Вопрос – а как мы узнаем, что он действительно вырос в цене? Управляющая компания каждый день публикует на своем сайте стоимость пая. То есть мы покупали пай, например, по 100 рублей, но в результате действия управляющего цена пая возросла, например, до 120 рублей. И мы понимаем, что мы стали богаче на 20%. Вопрос – откуда берутся эти цифры? В случае с пирамидой цифры придумываются самой пирамидой. В случае с паевым фондом это совершенно не так. Цена пая рассчитывается специализированным депозитарием, исходя из цены тех ценных бумаг, которые хранятся на счетах паевого инвестиционного фонда. Это совершенно объективная, реальная информация. Итак, мы стали богаче на 20%. А как нам получить эту прибыль? Паевой фонд ничего не выплачивает, ни дивидендов, ни каких-то иных платежей. Для того, чтобы получить прибыль, мы должны продать пай. И вот как мы можем продать пай, зависит от того, какой конкретно фонд мы приобрели. Фонды в России бывают трех типов. Это открытые паевые инвестиционные фонды, интервальные паевые инвестиционные фонды и закрытые паевые инвестиционные фонды. Открытые паевые инвестиционные фонды – это фонды, в которых управляющая компания обязана в любой рабочий день выкупить у нас пай. По той цене, которую рассчитал специализированный депозитарий. Единственное, что при этих сделках с нас удерживаются комиссионные, так называемые скидки и надбавки. То есть мы покупаем пай у управляющей компании чуть-чуть дороже на сумму надбавки, а продаем его чуть-чуть дешевле на сумму скидки. Размеры скидок и надбавок мы можем узнать из правил фонда. В рынке они составляют величины порядка от 0,5% до 1,5% со сделки. Причем чем дольше мы держим пай, тем меньше мы за это платим, поскольку управляющая компания старается простимулировать нас, чтобы мы делали сделки как можно реже. Когда мы приходим продавать пай, сделка заключается по цене следующего дня. То есть, когда мы продаем пай, мы не знаем, по чем его продали. Поскольку цена будет рассчитана на спецдепозитария по итогам сегодняшних торгов, и мы узнаем цену только завтра. Деньги мы получим еще позже. Управляющая компания вправе перечислять нам деньги в течение двух недель. Когда мы покупаем пай интервального фонда, мы должны понимать, что продать пай мы можем только во время интервала. По закону интервал не реже одного раза в год, не меньше двух недель. Но чаще всего это поквартальные интервалы. То есть, каждый квартал в течение двух недель мы можем купить или продать пай. Цена будет известна после окончания интервала. То есть, две недели интервал, через две недели мы узнаем цену, и еще две недели управляющая компания перечисляет нам деньги. В операциях с закрытыми паевыми инвестиционными фондами управляющая компания вообще не обязана выкупать у нас паи, и деньги мы получим только после расформирования паевого инвестиционного фонда. Например, через пять лет. Фонд создается на конкретный срок, и по окончании этого срока имущество, которое находится в фонде, будет распродано, и все деньги будут розданы пайщикам. Почему существует такое разделение между типами паевых фондов? Очевидно, что если ко мне в любой день могут прийти пайщики и потребовать денег, то я не буду покупать в паевой фонд какие-то бумаги, которые трудно продать. То есть, в открытом фонде находятся только голубые фишки. Акции или облигации, но голубые фишки. То есть, то, что продается мгновенно. В интервальный фонд, поскольку я понимаю, что пайщики ко мне приходят только иногда, я могу покупать бумаги менее ликвидные. Например, акции второго эшелона или менее ликвидные облигации. Как вы понимаете, такой фонд должен быть более доходным. А что касается закрытого фонда, там могут находиться самые разнообразные активы. Это может быть и недвижимость, это могут быть доли ВОО, это могут быть какие-нибудь совершенно интересные доходные венчурные проекты. Но поскольку до завершения проекта денег в фонд не попадет, то пайщику выплатить нечего, и управляющая компания должна быть уверена, что нет обязательств по промежуточным платежам. Давайте подумаем, какие преимущества мы получаем, выходя на фондовый рынок через паевой инвестиционный фонд. Паевой инвестиционный фонд – лишь оболочка для выхода на рынок, поэтому сравнивать его, например, с депозитами абсолютно некорректно. Мы должны сравнивать следующую ситуацию. Либо мы выходим на фондовый рынок через брокерский счет, через самостоятельную работу на рынке через брокера, либо мы покупаем паевой инвестиционный фонд, который вкладывает наши деньги на том же самом рынке. Либо мы покупаем голубые фишки сами, либо мы покупаем паевой фонд, который вкладывает деньги в голубые фишки. Покупая паи паевых инвестиционных фондов, мы получаем следующие преимущества. Во-первых, мы отдаем деньги под управлением профессионалу – человеку, который постоянно находится на рынке, который великолепно видит, что на рынке происходит, и способен вовремя принять нужное решение. Во-вторых, покупая паи, мы экономим время. Нам не нужно каждый день следить за рынком. Мы принимаем решение только в момент заключения сделки о покупке паи. А потом мы можем совершенно спокойно расслабиться. Дальше за нас будет работать профессионал. Третье. Покупая паи, мы получаем кусочек хорошо диверсифицированного портфеля, что невозможно сделать, создавая портфель с маленькой суммой самостоятельно. Однако даже если мы вкладываем на рынки большую сумму, например, 400 тысяч рублей или 500 тысяч рублей, мы, конечно, можем создать портфель самостоятельно, но следить за большим количеством позиций достаточно трудно. А в управляющей компании работает множество сотрудников, и каждый может взять по кусочку портфеля для управления. Четвертое. Так называемая налоговая капитализация. Когда мы работаем на рынке самостоятельно, мы каждый год платим налоги с прибыли. Когда мы покупаем паи, то мы платим налоги тогда, когда продаем паи. Например, через 5 лет. А все это время налоги накапливаются в фонде и работают на нас. Ну и последнее преимущество, которое мы получаем, покупая паи, это вопрос брокерской комиссии. Для брокерской компании мы маленький клиент, поэтому мы платим довольно-таки большие комиссионные. Например, 0,05%. Паевой фонд для брокерской компании – это крупный клиент, и он будет платить комиссионные гораздо меньше. Например, 0,01%. Но в этой замечательной бочке меда, к сожалению, есть и ложка дегтя. С какими недостатками сопряжено инвестирование на фондовом рынке через паевые фонды? Во-первых, за то, что профессионал взялся управлять нашими деньгами, он, естественно, возьмет с нас комиссионные. И это комиссионные довольно-таки высоки. Например, по фондам акций управляющая компания возьмет с нас порядка 6% в год. Независимо от того, растет пай или падает пай. То есть, если мы составим точно такой же портфель, как управляющая компания, самостоятельно, то доходность наших операций будет на 6% выше. По фондам облигаций комиссия несколько ниже – от 2 до 3% в год. И самые дешевые в этом смысле фонды – это так называемые индексные фонды. То есть, фонды, состав портфеля которых точно соответствует какому-либо фондовому индексу. Например, индексу ММВБ. Следующая проблема связана с тем, что, отдавая деньги в паевой инвестиционный фонд, мы предполагаем, что там работают профессионалы, которые, если что-то пойдет не так, вовремя продадут активы и выйдут в деньги. Но на самом деле существует жесткое законодательное ограничение на ту сумму денег, которую может держать управляющий именно в наличных деньгах. То есть, если вдруг ценные бумаги начали все падать, и это очевидно, что они будут падать дальше, управляющий не может распродать ценные бумаги и переждать бурю в деньгах. Фонд будет падать вместе с рынком. Максимальная доля денег, которая может находиться в фонде, составляет величину порядка 15% от всех активов фонда. Да, фонд будет падать немножко медленнее, чем падает все остальное, но все-таки он будет обязательно падать. Паевой фонд – инструмент исключительно растущего рынка. Поэтому, к сожалению, когда мы покупаем паи, мы не можем просто взять и забыть о них на долгое время. Мы должны отслеживать ситуацию на рынке, и если мы видим, что рынок падает, то мы должны принять решение о продаже паев. Третья проблема, с которой мы столкнемся, как ни странно, связана с вопросом диверсификации. Диверсификация с точки зрения закона выглядит следующим образом. Управляющая компания не имеет права вкладывать больше, чем 15% средств фонда в ценные бумаги одного эмитента. Таким образом, мы получаем портфель, который разбит как минимум на 7 позиций. Но что происходит на самом деле, когда ценные бумаги распределяются по рынку? Представьте себе, что мы создали портфель, в котором наши деньги распределены именно так, по 15% в ценной бумаге различных компаний. Мы сформировали портфель, а дальше происходят некие рыночные колебания. Какие-то ценные бумаги растут, а какие-то падают. И за счет того, что некоторые ценные бумаги упали, доля того, что выросла, становится больше, чем 15%. И в результате управляющая компания вынуждена продавать то, что растет. Сами бы мы ни за что не стали так делать, но управляющую компанию это заставляет сделать закон. В частности, такая ситуация наблюдалась в 2006 году, когда управляющая компания «Огненная финансовая группа» в своем фонде Петр Столыпин купила очень много акций «Газпрома». Они сделали абсолютно правильное решение, и «Газпром» рос быстрее рынка. Но Федеральная служба по финансовым рынкам обязала их привести в состояние фонда в соответствии с законом. Им пришлось продавать быстрорастущие акции. Вторая сторона того же самого вопроса. Представьте себе, мы сформировали фонд, и ценные бумаги резко упали. Упало все, кроме ценных бумаг одного эмитента. Поскольку доля этих ценных бумаг стала больше, чем 15%, нам придется их продавать. Мы также бы не стали этого делать в своем собственном портфеле. Но управляющий вынужден это делать, иначе он подпадет под санкции Федеральной службы по финансовым рынкам. Ну и последнее, что не очень хорошо в паевых инвестиционных фондах, это ликвидность. Когда мы ведем свой собственный инвестиционный портфель, мы всегда знаем цену ценных бумаг в нем, и когда мы их продаем, мы получаем деньги на следующий же день. А когда мы продаем паи, вы знаете, мы получаем цену завтра, а деньги через две недели. Что, конечно, гораздо менее удобно, чем когда мы продаем ценные бумаги из своего собственного портфеля. Поскольку пиф всего лишь оболочка для инвестиций, то доходность от наших вложений полностью определяется тем рынком, куда вкладываются деньги паевого инвестиционного фонда. Конечно же, управляющий вносит в свою лепость...